Ольга Моисеевич и Наталья Кузьма в числе первых, кто решил исполнить желание воспитанников Литского районного социально-педагогического центра. Обе литчанки живут неподалеку от магазина и часто наведываются сюда за покупками. Узнав об акции «Стань Дедом Морозом», не задумываясь, решили поучаствовать. У обеих многодетные семьи. В семье Моисеевич воспитывают троих детей, а в семье Кузьма – пятерых. Многодетные мамы знают, как дети ждут самый волшебный праздник и мечтают о подарках. И Ольга, и Наталья считают – заботу и любовь должны чувствовать все дети. Особенно те, кто в канун праздников остался без родительской любви и ласки. Женщины уверены – чужих детей не бывает. К праздникам желанные подарки должны быть у всех. Нужно участвовать в подобного рода акциях, потому что приют – это такое место, в которое детки попадают не с личных убеждений. Это не празднично. И они так же, как и любой ребенок, который растет в семье, заслуживают сказки, заслуживают радости, заслуживают эти подарки. Могу сказать от себя, что письма детей из приюта очень сильно отличаются письмами, которые дети пишут дома. То есть эти просьбы, они настолько ненавязчивые. Они хотят просто-простого, такого детского, такого очень-очень обычного. И, безусловно, когда проходишь мимо таких акций, мимо таких елок добра и так далее, очень сложно пройти мимо. И, может быть, изначально где-то даже есть такой интерес, что за акция, как она проводится, когда понимаешь, что это детки, которые по воле судьбы остаются без внимания, остаются без семьи в такие праздники, как Рождество и Новый год. Тогда 100% хочется очень сильно подарить им кусочек своего тепла, кусочек своего сердца. Благотворительная акция магазина «Родный кут. Стань Дедом Морозом» уже традиционная. В этом году она проходит в шестой раз. Ее условия очень простые. В торговом зале установлена новогодняя елка. На ней вместе с игрушками красуются творческие работы письма воспитанников социально-педагогического центра. В них желание ребят. Здесь ничего сверхъестественного. Дети просят мягкие игрушки, наборы детской косметики, конструкторы, машинки, канцелярские принадлежности и другое. Чтобы исполнить желание ребенка, достаточно снять с елки одно из писем и принести указанный в нем подарок в магазин. Уже в канун Нового года наши сотрудники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетят ребят, подарят им подарки и устроят им самый настоящий праздник. И цель нашей акции одна – подарить радость тем, кто нуждается в нашей заботе, нашим детям. Ведь чужих детей не бывает. Акция традиционная, а поэтому хорошо известна как работникам лицкого филиала Гродненского облпотребобщества, так и постоянным покупателям. В этом году желающих примерить на себя роль Деда Мороза и Снегурочки как никогда много. Из 16 писем-просьб, написанных воспитанниками детского социального приюта, осталось всего 4. Организаторы акции отмечают, будут рады, если к тем подаркам, о которых мечтали дети, добавятся и другие. В этом году как никогда лещане очень активно участвуют в нашей акции. И поэтому хотелось бы заметить, если вдруг получилось так, что вы пришли и письма на елке нету, то можно просто приобрести какую-то мягкую игрушку, канцелярские принадлежности, сладости, соки, все, что ребенку будет угодно душе, так, как вы считаете нужным. Навестить воспитанников Лицкого районного социально-педагогического центра работники магазина «Родный Куд» планируют ближе к Новому году. До этого времени они ждут, пока те, чьи сердца тронули детские письма, помогут Деду Морозу наполнить мешок долгожданными подарками. От себя организаторы обещают сладкие сюрпризы и развлекательную программу.